Ну а сегодня у нас особая презентация для особого человека. Дело в том, что Леонид Нубовец будет рассказывать сегодня о фактически, я думаю, он не обидится, это дело его жизни. Этот удивительный, колоссальный объект, не имеющий раны в мировой практике Нижнекамский мифтехимический комплекс, главным инженером проекта которого, а потом в качестве замглавного инженера, он занимался в 24 года, 64-го по 88-й год. Я вот думаю, что раньше сделать, там книжечка с очень краткой биографией, я, по-моему, скажу своими словами. Мне довелось работать в институте, который был проектно-конструкторский, назывался промо-энергопроект, потом стал еще и научно-исследовательский, в Непи-энергопроект. И первый раз я встретился с этим объектом вот таким образом, я поделюсь с вами. В 1972 году нас послали в командировку в Москву с такой задачей собирать данные о тепловых нагрузках городов и промышленных объектов Советского Союза. Начали, ну, в основном, в теплоэнергопроекте это дело происходило, брали там схемы теплоснабжения, технико-энергетические обоснования, разные объекты, разные проекты. И вот попался мне тогда объект, на который я смотрел с вытраченными глазами. Дело в том, что в том объекте, я не знаю, как в окончательном результате, меня Ленин поправил, но там на этот один комплекс были сразу две ТЭЦ, с огромным количеством технологического пара. Измеряем в тысячах тонн. Почему две, можно еще себе представить, потому что технологический пар невыгодно технически, экономически передавать на значительное расстояние. желательно его потреблять сразу. После отбора пара с турбин, он шел на технологии. Масштабы были невероятные. Ничего подобного по всему Советскому Союзу, по количеству технологического пара, по размаху, ничего такого не было. Объект огромный. И работая в проектном институте какое-то время, я сам-то не делал этого, но я видел, как работают главные инженеры проекта. Это менеджеры всего этого проекта. Практически от начала и до конца. Включая авторские надзоры, здесь было задействовано огромное количество различных не только предприятий, министерств. И согласовать, увязать все это при строительстве такого уникального комплекса, быть ответственным за это, ворочать миллиардами рублей советских. А если вы помните, что доллар официально в те времена был 66 копеек. 67. 67. Спасибо. Вот. И многомиллиардный колоссальный объект. Вы увидели, услышите об этом. Но тогда я могу понять, как человек таких масштабов, который выращен миллиардами, приходит в наш клуб, где мы аплодируем за подачку 100 долларов. Леонид, с его масштабностью было трудно перестроиться. Но я думаю, он просил, я тогда, чтобы не исказить факты, зачитая короткую биографию, его книжки есть, но с уточнениями. Например, написано, что Леонид родился в городе Казани в 1934 году. Я добавлю, 7 марта, на всякий случай. Там же закончил химико-технологический институт в 1956 году по специальности химик-технолог. Работал на Казанском заводе синтетического Ковчука, сначала мастером, затем заместителем начальника цеха. В 1963 году Леонид приехал в Москву и работал на институте Ковчук. Сначала главным инженером проекта по Нижнекамскому нефтихим комбинатам, а затем заместителем главного инженера института. В 1995 году переехал в Израиль, а затем в 1997 в Америку. Стихи начал писать в 70-х. В молодости увлекался спортом, полейбол, рукоатлетика, бокс, плавание и шахматы. Любит классическую музыку, оперу, балет, старинный роман, цвета т.д. Женат более 60-ти лет на нашей рыночке. Но... Точнее... Шестьдесят три года. Шестьдесят четыре. В пятьдесят пятом году мы были. А как же мне казалось, что в день Рененова 20-летия. Нет, 21. Все лучше очко. Замечательно. Я добавлю, вы сами знаете, что он прекрасно поет высоким баритоном. И я надеюсь, что мы его услышим на наших мероприятиях не один раз. А сейчас Леонид попросил начать эту презентацию с трехминутного ролика об этом комплексе. Сейчас я... Я добавлю, который был подготовлен нижнекамцами к полувековому юбилею комбината, который они праздновали, мы праздновали в прошлом году. Замечательно. Мы происходим продукты нефтехимии. Мономер, синтетические каучуки, пластики. Всего более 120 видов продукции. Мы одна из крупнейших нефтехимических компаний на карте земного шара. Нижнекамск, нефтехимия. Входит в группу компаний «ДАИФ». Основные производственные мощности расположены в Нижнекамской республике Татарстан. На площади в 22 квадратных километрах располагаются 9 заводов основного производства. Перерабатывая широкую фракцию легких углеводородов и другое нефтехимическое сырье, компания выпускает. Мономеры, являющиеся исходным сырьем для каучуков и пластиков. Синтетические каучуки общего и специального назначения. Пластики. Продукты жидкой нефтехимии на основе этилена и пропилена. Сегодня Нижнекамск нефтехим – крупнейший деловой партнер российских и зарубежных компаний. Продукция экспортируется в 50 стран Европы, Америки, Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%. Следуя объявленной политике повышения экологической эффективности, компания осуществляет масштабные природоохранные программы в соответствии с международными экологическими стандартами. Система менеджмента качества Нижнекамск нефтехим сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ИСО-9001. Благоприятное географическое расположение, наличие развитой сети жизнодорожных и автомобильных дорог обеспечивают надежность и своевременность доставки продукции компаний отечественным и зарубежным потребителям. Мы дорожим своей репутацией и открыты для сотрудничества. На сегодняшний день наши партнеры это крупнейшие зарубежные компании. Мишлен, Гудьер, Пирелли, Континенталь, Бриджстон, Нокиан Тайр, Концерт Белшина, Республика Беларусь. Сохранение ведущих позиций в нефтехимической отрасли – приоритет компании. За счет внедрения новых подходов в производственной деятельности, техническом перевооружении и успешно реализуемых стратегических проектов обеспечивается стабильный рост компании и высокая репутация нас в стране и в мире, как делового партнера, которого отвечает безукоризненное исполнение контрактов как по качеству продукции, так и по срокам поставки. Нижнеканск, нефтезин. Амбициозные цели. Высокая ответственность. Значимые результаты. Сейчас переходим к непосредственному докладу. Дорогие друзья, у меня, в общем, очень тяжелая задача за лимитированное время рассказать практически о моей жизни в течение 22 лет. Так что вы меня простите, если я немножко переберу. Вот из этого видеоролика складывается, вероятно, у вас общая картина того, что сейчас там делается, и в каком состоянии, и какие объемы производства, и положение этой компании в мире. Я хочу добавить к тому, что вы видели и слышали, некоторые данные. По производству полиэзопренового каучука, СКИ-3, так называемый каучук, сериорегулярной формы, полностью заменяющий натуральный каучук. Нижний КАМА имеет 43% мирового рынка этого полимера. По производству очень востребована сейчас каучука, бутин, так называемый каучук, это производный изоботилена с небольшим, небольшой добавкой изопрена, и уникальной каталитической системы, и уникальным самим процессом, который происходит. По следующему вам расскажу, но одно нужно подчеркнуть сейчас, при минус 100 градусов происходит процесс полимеризации. Я думаю, можно себе представить, какие технические сложности нас ожидали. Так вот, первое производство промышленное в России было запущено именно в Нижний Каме в 1973 году. Это был уникальный проект. Оно было целиком сделано на отечественных разработках, благодаря работе Научно-исследовательского института, располагающегося в Ярославле, так называемый НИИ, МСК, институт, Мономер. Но он занимался конкретно и будил каучуком. В отношении более изопренного каучука, я могу сказать, что этого каучука бы не было вообще в природе, который бы заменял полностью натуральный каучук. Но я несколько уклонился, несколько углубился в тему и закончу только двумя цифрами. Нижний Каме сейчас производит 700 тысяч тонн всех типов синтетических каучуков, что ровно половина всех остальных вместе взятых заводов синтетического каучука России. Нижний Каме имеет сейчас производство 570 тысяч тонн пластических масс. О чем мы вот видели в этом ролике. Это полиэтилен, полистирол. Это ЭБС, так называемый, тройнойся полимер. Нидриво-акриловой кислоты, бутадиент стирольный, очень востребованный для крупных изделий, формуется именно из этого полимера. Это полистирол. Вот три типа пластика, суммарно, Нижний Каме сейчас производит. И занимает в России второе место по производству пластических масс. Но вот это все состояние, то, что вы сейчас видели, начиналось все в далеких 60-х. Когда я пришел к этому проекту, это был 64-й год. Мой приход в институт был вполне мотивированным, поскольку я кончал кафедру синтетического каучука в Казанском химиотехнологическом институте. Поскольку я 7 лет работал на заводе, но во время нашего выпуска обнаружилось, что специалистов по автоматике недостаточно в стране. Нам добавили еще один год в институте, и мы проходили сложные курсы по автоматике, непривыкшие к глубоким познаниям математики. Нам пришлось слушать курсы системы регулирования, например, которые дальше вообще говоря в нашей обыденной практике совершенно не применены. Но мы проходили практику на Воронежском заводе синтетического каучука в цехе контрольно-измерительных приборов. Мы знакомились с производством каучука и системой регулирования, которая была в те годы. Она была, конечно, абсолютно отсталой. Сами понимаете, ни о каких микропроцессорах не было и вообще, как и разговоры. Но о чем говорить, если в 80-е годы в нашем институте все было по старинке, и был один персональный компьютер, один. В 87-м году, будучи в отсталой стране, в Индии в командировке, когда мы им продавали технологию производства бутилкового чека, и я возглавлял эту делегацию, Нас познакомили там с проектным институтом, который работал на этой фирме Моди. Мы зашли и обалдели. Там на каждом столе у инженера стояла по персональному компьютеру фирма Тошиба. И все делалось уже системой компьютеризации. Это отсталая страна третьего мира. А мы имели, ну правда, мы имели огромную счетно-вотечественную машину, неподъемную совершенно, которая, конечно, нам помогала в расчетах, ну и в экономике, и прочее. Но все выпускалось, вся техническая документация выпускалась по старинке. Все калькировалось. Затем дальше с этим мы шляпком. Это в войне, прочее, прочее. В общем, это было жуткое совершенно состояние в институте. Так вот, я возвращаюсь. Я пришел в этот институт, проработав на заводе Казани-Серебле. В первое время я работал в экспериментальной группе автоматики. Мы пытались приспособить отечественный какой-нибудь там парашметр, скажем, я этим занимался, для его установки на процессе, на потоках технологических продуктов, и пытались его задействовать в системе регулирования. Но ничего не получилось, поскольку техника автоматики была очень отсталой в стране. Поразмыслив над этим делом и проработав там пару лет, я понял, что надо от этого уходить в основную технологию, которая была на достаточно высоком уровне. И я ушел в это дело, но так случилось в жизни, что меня пригласил главный инженер завода. И неожиданно, я хотел вообще в аспирантуру уходить, в наш институт, в общем, меня звали даже туда. Но он мне предложил очень интересную работу. В Казани строился первое производство силоксана Каучука в Республике России. И я становился там главным технологом этого производства. Это было уникальное, конечно, дело. Я поразмыслил и стал, и, в общем, принял это предложение и стал заниматься кремния-органикой. Это очень интересная отрасль. В конечном итоге, работая вместе с заключенными, которые строили три года это предприятие в Казани, значит, мы его запустили, я там дневало ночевал. И, в конце концов, выдали товарные продукции. И производство, уникальное производство, заработало в штатном режиме. Освоив это дело, мы все равно переехали в Москву. Но это было просто дело случая. Мы просто поменяли жилье. Вот таким образом мы переехали даже не в Москву, а в Московскую область, в Люберцы. Ну, а дальше я пришел. Меня тянуло, конечно, в кремния-органику, в науку, поскольку я очень много занимался этим делом. И я знал, что есть институт элементов органических соединений. Я очень хотел туда бы пойти на работу, но он находился где-то глубоко на Ленинском проспекте. И дорога бы занимала 2,5 часа в одну сторону. Поразмыслив, я понял, что надо что-то делать другое. А меня в Гепракавочке уже знали. Поскольку, поскольку часто в Казань приезжали специалисты. Так я очистился в Гепракавочке. Меня приняли на должность руководители группы технологический отдел, который занимался кремния-органикой. И на первых порах я выправлял свои же замечания, которые я писал из Казани. Ну, вот так вот жизнь сложилась. Очень достаточно своеобразная. Даже смешно. Но было очень скучно, потому что я сидел в цветнике. Были одни девочки, пришедшие только за студенческой скамьи. А я все-таки проработал 7 лет на заводе. И у меня уже были другие представления вообще об этой работе. И я случайно на Казанском вокзале, Гепракавич, увидел объявление, что в треску с Канадашей крепится главный специалист. Я подался туда, на станцию Курска. И меня там с двумя руками сразу назначили, назначали, писали заявление. Я им написал главным специалистом пусконаложенного тресца. С окладом 220 рублей против моих. 160, то что я получил в Гипр. Ну, вы же понимаете, что для семьи дополнительные 60 рублей. Но из института меня уже не отпускали. Директор меня спросил, а почему вы хотите уйти? Я ему ответил, что вы понимаете, вот так как у меня сложно с жильем и скучная работа. Он сказал, жильем поможем, не уходите, работа дай другую. Через два месяца я буду уже в бюро главных инженеров проектов, работая заместителем главного инженера проекта по Нижнекамскому. И еще через пару месяцев я стал полновластным хозяином этого проекта. Вот так я пришел к этому проекту с большими, как говорится, терниями в 64-м году. Что он из себя представлял, этот проект? По нашим задумкам, это должен был быть крупнейший нефтехимический комплекс, состоящий из двух частей. Комплекс заводов синтетических кучек. И комплекс нефтехимических производств. Это было две площадки, разделенные друг от друга коридором для прохождения линий высоковольтных электропередач, парапроводов и трубопроводов с горячей водой на комбинат и на город ОТЭЦ. На площадке комплекса синтетических кучеков техническим обоснованием строительства было предусмотрено четыре очереди строительства, о чем я скажу ниже. На нефтехимическом комплексе было предусмотрено строительство некоторых нефтехимических производств, о чем я скажу тоже поподробнее дальше. Так вот, комплекс заводов синтетических кучеков. Это площадка при выборе площадки. Танечка, давайте покажем это. Во-первых, покажем все слайды, которые вот шли от первого до шестого. Я просто... Ну, вернее, со второго. Это панорама комбината. Панораму покажите, пожалуйста. Это второй. Сами понимаете, что на фотографии все вместе взять невозможно. Это будем говорить частичка только комбината. Дальше. Продукция на рынке. Видно. В 67-м году это год рождения комбината. Ну, география экстрасных поставок Следующий слайд. Это в 53 страны мира поставляется сейчас продукции, которая имеет более 120 наименований нефтекимического синтеза. И следующий слайд. Это перечень этих стран. Я хочу немножко коснуться истории вопроса. перейти к натуральному кучевку. Это очень интересная история. И она нас уводит в 15-й век. Это это мореплавание Колумба берегом Америки. Вот члены его делегации, будем говорить, его экспедиции увидели в руках у туземцев это племя Тупи-Гуарани. Они увидели в руках какие-то интересные черные небольшие эластичные предметы, которые высоко отскакивали от земли. Это племя называло этот предмет Кау. Каучер. Оно состоит из двух слов. Каудерю, а учу плакать. Покажите, пожалуйста, следующий слайд. Это седьмой, восьмой слайд. Это сбор этого латекса. Латекс это раствор полимера в воде. Он так и состоит. 70% воды 30% полимера. Там два слайда. Ну да. Все. Так вот. Затем дальше было в истории натурального кучка было полное затишье. Пару веков вообще Европа не знала об этом. И первые упоминания в литературе мы находим 1738 год, когда путешественник Кадамин прибыл обратно в Париж с образцами этого полимера и доложил в Академии наук Франции и предъявил вот этот полимер и рассказал как его вот это племя там производит. Следующим этапом в развитии натурального кучка это опять наступают затиши и 80 лет вообще никакого движения. За это время из этого пластика научились делать только ластики, которые стирали карандаш с бумаги. А в следующем веке, уже в 1823 году шотландский исследователь Макинтош, вам, наверное, знакомо это слово. Он изобрел, пользуясь свойствами этого полимера, что он отталкивает воду, непромокаемую ткань он сделал. Он наносил этот полимер в растворе керосина на плотную ткань. Тем самым он получил непромокаемую ткань, из которой стали делать плащи, почтовые сумки, глуши. Но этот предмет имел существенный недостаток. Поскольку он в жару плавился, а на плоту он затвердевал, становился хрупким. Вот следующий по прошествии 16 лет в 1839 году американский изобретатель, исследователь Чарльз Гуди Ир вам, наверное, это знакомо по шинам, которые выпускает компания Гуди Ир. Это его имя, это его фамилия. Он изобрел способ стабилизации пластичности и эластичности этого полимера. Соединяя натуральный каучок с серой с последующим накремом. Этот процесс получил название вулканизация, а сам продукт получил название от ладинского слова резина. Он стал называться. С большим бумом в машиностроении после этого открытия резина стала очень широко применяться для различных рукавов, для шлангов, для различных прокладочных материалов. Но особенно это стало развиваться с развитием машиностроения и автомобилестроения. Работы, которые проводил Майкл Фарадейн в 1826 дали толчок к получению синтетических каучуков. Потому что недостаточно было натурального каучука, который произросл только в экваториальной зоне в долине Амазонки. Благодаря вот такому климату эти деревья ГВ Бразильская до 30 метров высотой. Вот то, что вы видели с подсечкой, как они ее... Она с 10-летнего возраста начинает плодоносить, то есть сдавать этот млечный сок. Через 10-15 лет это прекращается. Дерево очень ценной породы, его срубают и из него производят мебель. Потому что оно сродни красному дереву. Это очень дорогая мебель. И очень красивая, к слову говоря. Этот млечный сок с каждого дерева в год полимера давал примерно от 4,5 до 7 килограммов. Гектар плантаций, которые стали посудить, поскольку этот бизнес очень выгодный для держателя этого бизнеса, гектар плантаций дает в год 2 тонны натурального кучика. Сегодня в мире производится всего 26 миллионов тонн натурального и синтетического кучика, в том числе 11 миллионов натурального и 16 миллионов тонн синтетического кучика. вот в этом ряду нижнекамский фехим, я как и говорил, заменитель натурального кучика, полиэзопреновый кучук, и дает 43% мирового гранта. Но этого полиэзопренового кучика не было бы в природе, если бы в 1953 году немецкий ученый Циллер и итальянский ученый НАТО совместно разработали каталитическую систему направленной стереорегулярной структуры полимеризации с получением 1,4 цис полимера, который воспроизводил полностью структуру натурального кучика. За эту разработку этой паре изобретателей в 1963 году была присуждена Нобелевская премия. Советские разработчики в научном институте синтетического кучика на улице Капсальской в Ленинграде разработали каталитическую систему и выдали нам пропись на производство этого катализатора. Катализатор состоял из алюма органики так называемой ТИБА 3 из алюминия. Вкупе с четырохлористым титаном это давали эту каталитическую систему при применении которой на Нижнегамской земле и был получен в 1973 первый брикет этого синтетического кучика. Покажите пожалуйста слайд номер 14. Да, брикет кучика вот это он самый значит он выдерживается строго в рамках брикетирования он 30 килограмм весом дальше он покрывается плотной полиэтиленовой пленкой и отправляется на складирование он стабилен при различных температурных условиях и так что он может транспортироваться совершенно спокойно на любые расстояния вот вы видели как обыкновенно его пакуют в контейнеры 16 тонн или 8 тонн и контейнерная перевозка обыкновенно морем особенно этим славится Соединенные Штаты Америки поскольку каждое предприятие практически имеет выход к океану не нужно заниматься перегрузкой работая в Израиле я пытался наладить бизнес между Россией и странами другими странами Европы однако ну конкретно даже Южно-Африканская республика например я имел дело но мы не могли конкурировать с американским полимером поскольку транспортные расходы сразу же это сожжали цену и на нас цена подскакивала выше американского полимера примерно на 20% конечно Южно-Африканская республика хотя они имели интерес к этому полимеру но они не могли как работало Нижнекамо я тоже знаю они не могли они работали только или через Кинский порт или через Турецкий потому что своих подкаузов на этих в этих портах они не имели и поэтому они были вынуждены платить большие деньги вот этим самым организациям которые организовывали будем говорить перегрузку железной дороги затем дальше на склад потом перегрузка на морской транспорт и вы понимаете все это сразу же зажало стоимость ну в общем торпедировало весь процесс бизнеса я не знаю как в настоящее время я ведь закончил все весь этот бизнес работой главным инженером проекта в 1986 году ну и после этого в 1991 работая замглавного 5 лет я занимался там совершенно другими вопросами но я об этом скажу если кому интересно там ниже в общем я был ответствен от советской стороны уже развивались joint venture совместная компания с Италией мы делали проект по производству бутылку чпатле Тобольска вместе с итальянской фирмой пресс-индустрии и я был ответственный от советской стороны в общем за этот проект это была сложнейшая работа но я забежал несколько вперед и меня извините я возвращаюсь дальше к Нижнекаме так как я говорил проект Нижнекамского нефтехимического комплекса комбината состоял из двух комплексов комплекс заводов синтетических кучков в котором было 4 предусмотренных 4 очистых кратко охарактеризую каждую очередь в первую очередь это было производство изопред начну наверное я все-таки с центральной газофракционирующей саномки это был первый завод в составе первой очереди всего там было 4 завода завод цехов так называемой центральной газофракционирующей саномки в составе продукта провода нефтедобычи к нам 120 километров две трубы по 250 миллиметров проект выполнял по нашему заказу Южний Гипрогаз Южний Гипрогаз в городе Донецка они делали это рабочие чертежи этого проекта и дальше по этому продукту к нам так называемая согревая фракция это широкая фракция легких углеводородов сокращенно ШФЛУ по первым буквам этих слов наша расчетная величина была для обеспечения всего производства полтора миллиона нужно было нам этой широкой фракции что такое полтора миллиона этой фракции представьте вдумайтесь составляет от нефтепереработки легкая эта фракция которая перерабатывается у нас а не на нефтепереработке это 3% от нефти значит для того чтобы получить полтора миллиона нефть должна была подвергаться горячей сепарации в количестве 50 миллионов тонн нефти в город вы представляете какие объемы поиски нефти татарской республики покажите пожалуйста карту вы помните номер слайда у меня тут есть номер слайда я вам сейчас скажу номер слайда 9 номер 9 да 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 значит в юго-восточной части находится нефтяная зона этой республики первые буровые работы были начаты еще в годы войны в 44 году начали бурить там первый фонтан нефти был в 1946 году это замиловало рождение второго Баку это так называемое ромашинское место рождения огромное к сегодняшнему дню татарские нефтяники уже выкачали из них 3 миллиарда тонн нефти вы представляете какие величины они в год производили до 100 миллионов тонн нефти это соразмерно Венесуэля примерно Норвегия где-то 115 примерно вот такие величины добычи нефти сегодня добыча нефти там упала до 35 миллионов но этого вполне достаточно поскольку туда по продуктопроводу закачивается западно-сибирская нефть мы также получаем из западной Сибири и газ вот эти тест который говорил Саша они раньше работали на мазуте на высокосервисе но это было ужасно потому что мазут вырабатывался на первичной установке переработки нефти у нас еще я скажу ниже и там было в составе 4,5% весовых серных сосоединений ну вы понимаете что эти серные сосоединения во-первых коррозия во-вторых это отравление атмосферы и комбинат зажил когда подвели газ натуральный в западной Сибири и все ОВИТЭЦ перевели на газ экология сразу же резко улучшит резко улучшит в составе первого кумбиска о чем я говорил были биологические очистные сооружения биологические очистные сооружения по нашей задумке были предусмотрены совместной очисткой городских стоков и стоков с предприятиями И городские истоки являются разбавительными даже истоками. По нашему заказу эти работы выполнял Московский институт «Союзводоканалпроект», который профессор в этой области. Белыщничные сооружения, я должен отметить, строились раньше объектов нефтехимии и были запущены раньше. Так что это тоже уникальный случай, поскольку я помню, как это делалось на Казанском заводе. Там вообще сбрасывали просто в озеро Кабан, откуда брали воды, туда же сбрасывали загрязненные воды. Конечно, загрязнее город. Я помню, как нефтепереработка организована в Хайфе. Я работал на этом там заводе. Там тоже чудо. Там идут типа ареков, по которым сбрасываются с грязной истоки и прямиком, без всякой очистки, идут просто в море. Ну, как говорят французы, серови, такая жизнь. Это все требует больших, очень капитальных вложений. Вы видели, здесь на предварительной картине были показаны, так общий вид кратко мелькнул этих отечных сооружений. В нашем проекте, я перейду обратно, было много очень новаторского. Ну, на то время этот проект вообще приближался к каким-то мировым стандартам, я так скажу. Ну, во-первых, против того, что я вот видел в Казани, когда я работал там, была централизована, скажем, ремонтная служба. Мониторинг и слежение за убегающими параметрами, все было сделано централизованно и центрального пульта управления. Водооборотная система, а под землей практически текла огромная река, потому что мы очень энергоемкие. Вот Саша говорил о количестве пара, который мы получаем, да, действительно, ну и соответственно вода. Порядка четырех с половиной тысяч кубических метров в час циркулировала все время под землей. Понимаете? Значит, система охлаждения, отработанная вода, она была в циркуляционной системе сделана и охлаждалась на больших вентиляторных градильнях, оборудование для которых мы закупали в Западной Германии у фирмы Балькин. Вы представьте себе, пропеллер наверху диаметром 20 метров. Вы можете себе представить? И вот идет центральный вал, а там полно воды, значит, нужна хорошая железобетонная такая труба, которая помещает. В общем, это очень сложное строение. В диаметре это основание 40 метров. Этих градильни было построено более 10 штук. Ну, это так вот, небольшая деталь. А основные установки, это производство центральных градусов и ханирующая установка, это шестиколонная система ретификации. Ну, что такое ретификация, вы, наверное, понимаете. Это, извините, система очистки и получения из этой широкой фракции, которая по составу имеет смесь порядка 10% пропана, порядка 15% бутана, 20% где-то пентана, столько же примерно из-за пентана, из-за бутана, простите. Все это насыщенное соединение, которое является исходным продуктом для получения наших мономеров, из которых потом производится синтетический каучевик. Требует большая колонная система ретификации. Так вот, эти шесть колонн диаметром порядка 4,5 метра, высотой более 40, доходили в некоторые колонны до 70 метров, цельно сварные. Я просто вот на своих глазах видел, как Министерство монтажных и специальных работ поднимало эти колонны и ставило их на фундамент. Это была тяжелевая работа. Кроме того, нужна была центрация этой колонны. Она не должна была не иметь никаких отклонений, уклонов от центральной оси. Это поверялось по геодезическим приборам в процессе монтажа. Потому что тогда бы тарелки, на которых происходит процесс контактирования легко кипящих с тяжело кипящих, происходил бы ненормально. Потому что жительство всегда было под уклоном. Нужно, чтобы она была строго горизонтальна. Этих тарелок, или единиц, будем говорить, контакта, на каждой колонии было до сотни штук. Это требовало для получения высоких концентраций. Тут я оговорюсь вам просто для общей информации. По сравнению с нефтедобывающей и нефтеперновывающей промышленностью, производство синтетических учетов, это прецизионная технология. Это тонкий органический синтез. Который требует достаточно высоких частот, высокой концентрации продуктов. Мы получали эти продукты где-то порядка 95-97%. Ну и незначительные примеси, более тяжелые, кипящие в погоне. Но на этой схеме... Давайте посмотрим... Я зайду с вашего... С этой стороны... Чтобы мне как-то... Было бы проще. Ну я так пальцем... Я не привык... Микрофон. А, микрофон, да. Значит, вот на этой схеме вы можете видеть все производства комплекса синтетического каучубка. Вот видите два блока ЦГФУ, на которые поступает вот эта широкая фракция из газобензинового завода из Нанибаева. И перерабатывается на этих, как я говорил, шестиколонных системах с получением пропана, с получением пентана, с получением бутадиена. Которые являлись далее сырьевыми продуктами для производства наших мономеров. А именно изопрена, бутадиена и изоботелена. Все. Значит, в составе первой очереди, как я уже говорил, было четыре завода. Про ЦГФУ я уже рассказал. Мощность 750 тысяч по граватному сырью, шести колонной системы. Дальше производство изопрена и изопентана. Это двухстадийное дегидрирование. Первая стадия происходит при температуре 550 градусов на аэромахромостном катализаторе. Пылевидный в сертоожиженном таком слое в циркуляции в реакторах типа Ортофлоу. Ну, кто, наверное, может быть, когда-то интересовался, что это такое. Это, в общем-то, зарубежная разработка. У нас были много конструкций этих агрегатов. Там происходит закоксовывание этого катализатора. Происходит одновременный выжиг этого закоксованного. Очистка, то есть будем катализатор. И возврат обратно в поливидный катализатор, обратно в процесс. Вот при этой высокой температуре. Вторая стадия дегидрирования происходила на неподвижном катализаторе в автоклавах емкостью 20 кубических метров. Слой катализатора был 2 метра. Значит, продукт проходил сверху вниз. Были соответствующие решетки, которые закреплили катализатор. Катализатор был кальций-никель-фосфатный. Это была специальная разработка тоже наших научно-исследовательских институтов. Катализатор разрабатывал на других предприятиях. Мы его получали просто по кооперации. На этом катализаторе получали на второй стадии из амиленово-изопреновую фракцию. Поскольку они очень близко кипят друг к другу, методом ретификации здесь невозможно очистить изопрен. И здесь применялась экстрактивная ретификация. То есть с третьим продуктом, которым выступал деметилформа-мель. Он соединялся с изопренов, извлекал изопрен из этой фракции. А затем дальше на следующей колонии уже происходил отгон чистого изопрена. А на следующей колонии уже его было доочистка до полимеризационной чистоты. Дальше изопрен передавался на завод синтетического почука. Это был третий завод в первую очередь. А чем я вам расскажу выше? Это циклер, нат, это три изопренаумения с четвероклористым титаром. Был построен, видите, вот здесь производство бути, вот этого производства. ТИБО, вот показываю. Здесь просто мы немножко не заработали. Нужно было пару линий сделать от ТИБО на один, на одно производство из КАИ на второй. Но этот катализатор применялся в смеси четвероклористом титана. Мы получали отличный полимер, действительно полностью заменяющий натуральный кончик. За эту разработку разработчикам научно-исследовательского института и нашему главному инженеру института была присуждена высокая государственная награда. Была Ленинская премия. Наш проект был тоже отмечен постановлением Совета Министров, как выдающийся проект и строительство по ним, он так назывался. Значит, группа проектировщиков, строителей, монтажников и заказчика в составе 26 человек в 1973 году получила вот эту высокую награду. Это, в общем-то, третья премия в Советском Союзе. Первая Ленинская, потом вот государственная и третья была вот за выдающейся проектирование. К слову сказать, мы через 10 лет получили и вторую премию Совета Министров за разработку проекта промышленного узла Нижнекамского. Как нам говорили люди, которые занимались этими премиями, было подано 50 работ, а при детальной проверке выяснилось, что все 49 только на бумаге. Ничего не было реализовано. И только один проект наш был реализован в полном объеме. Покажите, пожалуйста, схему промышленного узла. Часто 17. Не, мне кажется, это 17-й номер. Да. Вот на этой схеме вы видите состав промышленного узла. В 70-е годы мы получили просто заказ такой административный, разработать проект Нижнекамского промышленного узла. Разработчиками этого проекта являлись несколько предприятий, несколько институтов московских. Ну, генеральное проектирование это было на мне. Это был Гиппокамчик. Он все контролировал, он все финансировал и он проводил все согласования. Кстати, вот согласование было очень интересно после разработки этого проекта. Был создан отдел промышленных узлов в ГОСХИМ проекте. Возглавил его такой Березин. По моей инициативе мы собрали компанию из пяти главных инженеров проектов. Водоканал проекта, Электропроекта, Гипрогора, значит, ГОСХИМ проекта Березин и КНОБОВЕС главный. И мы поехали в Казань и в Нижнекамск для согласования. Но поскольку я знал, что провести все согласования архи сложно, потому что сложно и очень правильно, я обратился к первому лицу татарского обкома партии, с которым я был лично знаком. Это был Сергей Васильевич Князев. Великолепный инженер, прекрасный был человек. Я ему позвонил, меня секретарша соединила, я ему объяснил, и он сказал, на следующий день в 10 я вас приму. Только запишите в секретарше фамилию всех, чтобы выучил пропускать. В 10 мы были у него в кабинете, и был еще какой-то человек. Как потом выяснилось, это был председатель правительства, оказывается, Татарской республики, мистер Абдразяков. Я доложил общую ситуацию всего этого промышленного зла, затем дальше каждый доложил по своей части. Всего это совмещение заняло полтора часа. После этого Сергей Васильевич обратился к Горозякову и спросил, ну как тебе, понравилось? Тот сказал да. И после этого Сергей Васильевич сказал незабываемую фразу. Вот так и будем развивать Нижнекамский промысел. То есть вопрос был решен. После этого нам нужно было получить согласование в Нижнекамске. Мы поехали, я пришел к генеральному директору Лимаеву Николаю Васильевичу и сознался, что я в обкоме уже был и получил добро. Он меня пожурил, но не обиделся. Я попросил его собрать техсовет. Собрались все, 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 все. Я доложил, доложил каждый по своей части. Были незначительные замечания, но все прошло в деловой обстановке. Буквально за пару дней мы получили все согласования от всех отделов комбината. И затем наш протокол утвердил генеральный директор Лимаев, который в последующем становится министром нашей промышленности. В 85-м году он становится министром. Дальше это было прохождение в нашем министерстве и утверждение в Гастрое. Зам. Председателя Гастроя Советского Союза утвердил этот протокол. После чего в 83-м году мы получили вот эту самую награду. Вот так происходила жизнь. Вы понимаете, какая жизнь была у меня? Вот эти все согласования, я невозможно было в Нижнекамске проводить. Потому что когда я приехал, там было по колено грязи. В 64-м году. Ноги расползали. Все ходили в резиновых сапогах. А там с углинах. Понимаете, там, ну, перед входом в завод управления стояли такие корыто большие с водой. Там сапоги резиновые все отмывали для того, чтобы войти в завод управления. Там не было никаких служб в этом городе. Потому что там была одна деревушка татарская на тысячу человек. И все. Но это была комсомольская малонерная стройка. Она ехала со всего Союза людей очень с горящими сердцами. Я много там видел хорошего. Это незабываемо. Я видел у них, например, создалось там поэтическое кафе, где запрещались крепкие напитки. Они пили только. И там были наивные стихи. Но я видел горящие глаза. Сегодня город насчитывает 270 тысяч человек. Средний возраст 35 лет. Это очень молодой город. Там хорошие жилищные строительства. Там хорошие условия. Я об этом скажу ниже. Теперь я возвращаюсь к комбинату. Вторая очередь. Это было производство ботаниена из ботана. 21 мдогидрюж. Процесс мощность 90 тысяч тонн в городе. Технологическая схема похожа на производство изопрена. С нюансами, поскольку физико-химические и физико-механические свойства применяемых продуктов отлично от изобинта. Третья очередь строительства была удвоенная мощность в первую очередь. Это тоже был каучинк. Поле изопрена мощностью просто 120 тысяч. Ну и соответственно изопрена 120 тысяч. Это требовало от нас, конечно, больших усилий в проектной части. Поскольку нам приходилось ломать голову над габаритами этих реакторов. Особенно первой и второй стали. Как я уже говорил. В проекте было много новаторского. Но это вот водооборотная система. И это вот ЦПУ центральная. Это открытые насосные. Это расположение всего оборудования на открытых площадках для лучшего проветривания. Для улучшения системы безопасности. Поскольку мы имеем дело с пожаров, взрывоопасными продуктами. Производство очень сложное в этой части. Бывали там различные неприятности, о чем я просто не хочу говорить. Но это все, понимаете, на моей памяти. Это все продукты, сжиженные газы. Это пропан, бутан. Это давление вот этих шаровых резервуаров, которые мы имели в предзаводской зоне. Больше 40 шаровых резервуаров размещалось в предзаводской зоне. Давление до 16 атмосфер. Толщиной стенки этих лепестков 24 миллиметра. Представьте, вот такой шаровой резервуар огромнейший. В диаметре метров где-то 20. Возвышается вот так вот в конструкции строительной. Мы создали большую буферную емкость изотермического хранилища с большой холодильной установкой. Это жирного газа на 90 тысяч тонн этих продуктов. 10 резервуаров, каждый по 10 тысяч кубических метров. Это давало огромный выигрыш эксплуатационникам. На период плана производственных различных ремонтов, так называемый ППР, когда ремонтники занимались ремонтными работами на установках, другие установки в это время потребляли продукт, который был накоплен в этом хранилище. И наоборот. Значит, накапливали там продукт, потом останавливали установку, ремонт шел примерно в течение недели, и дальше запускали, оттуда получая продукт. Такая же идея была заложена в последующем, я вам скажу, это уникальный был этиленопровод. Это действительно была уникальная система. Эта связь была Нижнекамска с Казани. Этиленопровод протяжелился 280 километров. И связь с башкирскими предприятиями. Это 580, 520, простите, километров. Это выделено, правда, суммарно. 800 километров. Это была хорошая система кооперации, продуманная, потому что в Казани на заводе органического синтеза они тоже получали этилен. И тоже у них наступали ремонтные работы. А производство пластика остановилось бы, не имея этилена. Так этилен брали из Нижнекам. То же самое Нижнекам. Останавливают этилен, берут этилен из Казани. Пропускная способность этого этиленопровода 200 тысяч тонн в каждую сторону в год. Вот такой этиленопровод был поставлен англичанами. Ну а эксплуатация, это, конечно, заслуга Нижнекамцев. Было много различных новаторских решений. Но такие, как, например, агрегаты выделения, которые делал Урал Химаш. Такие, как полимеризаторы в производстве бутилка Учука. В которых я, например, тоже имел международный патент на изобретение. Гиперка Учук разрабатывал этот аппарат совместно с итальянской фирмой пресс-индустрией. Вы представьте себе этот аппарат. Высотой 20 метров, диаметром порядка 5 метров. Представляете? Толщина стенки 36 миллиметров. И стали нержавеющие. Самое лучшее они получали по кооперации из Швеции. Это нержавеющий сталь. Затем дальше на огромных установках прокатывалась эта царга, которая становилась вот таким, понимаете, цилиндрическим сооружением. И внутрь запихивались эти испарители на этилене. Это сложнейшее устройство. Центральный мешок. Это при температуре минус 100 градусов. Происходит процесс так. Испарение. Это я рассказываю вам о производстве бутилка Учука. И происходит испарение этилена. Создается вот эта температура. Газообразный этилен дальше идет на компрессор. Сжимается. Сжижается. И передается в цикл обратно сюда, в этот самый полимеризатор. Было несколько этих полимеризаторов. Каждый стоимостью 2,5 миллиона долларов. Вот такова была стоимость этого полимеризатора. Но зато, когда я был в шестом году, последний раз на Нижнекамском комбинате, то его директор, Шияков Равиль Тагельевич, мне это сказал, с которым мы хорошо дружили и взаимодействовали, что они сейчас уже от проектной мощности 35 вырабатывают 100 тысяч тонн. Этого типа Каучука. Из них 50 тысяч они продали в Китае. По цене 3 тысячи долларов за тонну. То бишь он принес 150 миллионов долларов на комбинат. Вы вдумайтесь в эти цифры. Какие объемы. На сегодняшний день они увеличили мощность в 2 раза. И производят 200 тысяч, включая галлопутил Каучуки. А именно бромутил и хлорутил. Четвертая очередь строительства. Но вторая и третья я уже сказал. Четвертая это было производство изопрена. Изопутеленной формальдегида. Это производство было первое построено в Тольятти на заводе синтетического Каучука. И там при отладке этого процесса заводчения встретились с большими сложностями. Которые были вызваны коррозионностью системы. Потому что в реакционной зоне использована щавелевая кислота и формальдегид. Это очень коррозионные продукты. Мы помогли специалисты антикоррозионщики из Мурфлота решить эту проблему антикоррозионных покрытий. Мы учли все эти недостатки, выявившиеся при пуске в Тольятти. Все было хорошо. За исключением последней регионной реки в Сонной колонне, где уже шла окончательная очистка изопрена. Там требовался титан, который 100% решал вопрос антикоррозии. Но титан был страшно ограничен. Он был лимитирован. Поставлялся только в эволюционной промышленности для космоса. Нам, извините за тавтологию, стоило титанических усилий получить 1600 тонн этого титана. Для производства этой колонны. Она была изготовлена и в конечном итоге установлена. И у нас производство работает в штатном режиме. И по сегодняшний день устойчиво и надежно его дает 120 тысяч изопрена. Ценнейшего продукта для получения синтетического поля изопрена в почках. Так решался Попея четвертого. В последующие годы, уже в моем отсутствии, а вот по литературной информации, то, что я имею от нижнеканца, они, видимо, ко мне неплохо относятся. Даже новое руководство. Может быть, даже частично где-то слышали обо мне. Но, по крайней мере, в газете они поместили даже мое стихотворение, которое я им послал туда, посвященное 50-летнему юбилею. И даже там поместили мою фотографию. Откуда-то они взяли с этого. Ну, в общем, они там много чего наделали обо мне. Они там, ну, я там почетный гражданин города, так они сделали там работу обо мне. В общем, там целое... Это было очень все смешно. Ну, с 82-го года я почетный гражданин. Они там установили такую доску на 70 почетных граждан города. 70 членов. Ладно. Ну, так вот. Уже не в мои годы, а в последующие годы. Ну, вы представляете, когда страна переходила целиком на рельсы рыночной экономики, это вся разруха. Ну, комбинат как-то жил, как-то цеплялся еще за жизнью, как-то выживал. И только лишь где-то в начале 90-х, а особенно в 2000-х, возобновилась огромная строительство. К слову говоря, вот эти все 70-е, 80-е годы, так называемые по нашей с вами памяти, застойные годы, я их не видел, потому что в нижней камне шло дикое объем строительства на двух площадках. Я помню, как монтировалось оборудование на перорезной установке. Минмонтаж спецстрой, там были срочные договорные контрактные условия, пригнал 10 тысяч сварщиков. Вы можете представить, на каждом узле был сварщик. Я когда заходил и видел, что там творится, так они действительно построили в кратчайшие сроки эту установку. И очень высоким качеством. Она была запущена в 1976 году. Это второе сердце комбината. Первое сердце это ЦГФУ, это основное сырье широкой фракции. Второе это нефть, ее переработка, получение прямогонного бензина и дальше термические пироры с получением ненасыщенных алипатических простых соединений. Итилена, пропилена и бензола, циклического соединения. Дальше перерабатываемый в дилбензол и дальше в стирол, но и дальше уже пошли пластики. Так вот, на комплексе заводов синтетического кавычука, за тот период, который я уже не владел, только по литературе, я могу сказать, что они там создали мощность 240 тысяч тонн кавычуков полибултодиенов. На неодинном катализаторе, на литийном катализаторе, на кобальтовом катализаторе. Это совершенно уникальное производство, которое в основном применяется в шиме промышленности, в резино-технической промышленности. Но такие, как кобальтовые, например, соединения, применяются для производства ударопрочного полистирола. Это тоже очень востребованный продукт. Они произвели там 100 тысяч диметинстирольного совместной саполимеризацией полимера. Это синтетический кавычук общего назначения, который применяется широко для производства шим. В общем, я практически закончил комплекс заводов синтетических кавычков. Сейчас я хотел бы перейти ко второму комплексу, комплексу нефтехимических производств. Сердцем этого комплекса, как я уже сказал, была закупленная у Японии установка пирожезы. Мы имели в свое время предложение от Минхенпрома на установку двух пирожезов. В основном мощностью 60 тысяч. Они отражены не то, что вчерашний день, даже позавчерашний день. И я удивляюсь, там ГИПом была родная сестра министра химической промышленности. Гарик Аркадьевна была в Волково, которая приезжала ко мне в ГИПом кавычек. С их предложения работала в ГИПом кавычке. Ну, а ее родной братец пользовался огромным весом там политберу, потому что он жил на Кутузове 21 в одном доме с Брежем. Понимаете? Вот это все. Но мы не могли принять это предложение. Очень отсталое предложение. Правда, все на отличную обороту. И все-таки наш министр сумел, благодаря нашим подготовленным выкладкам по экономичности того, что существовало в это время на Западе, уже до нас доходили, несмотря на железные зоны, что там мощности 300-450, а сейчас там единичной мощности до полутора миллиона, была закуплена установка по мощностью 450 тысяч тонн по этилену в год. Это одновременно решенный вопрос производства прямогонный бензин там требовался в качестве сельера. Его нужно было для этой установки полтора миллиона тонн. Это решило многогодовой спор с Госпланом о строительстве нефть переработки на Нижнекамской земле. Потому что они все время торпедировали предложение Татарстана, мотивируя тем, что в соседней Башкирии есть недозагруженные мощности по переработке. В данном случае Госплан не мог сопротивляться, потому что требовался для пиролиза свежеперегнанный прямогонный бензин. И была построена первичка, ну а там, знаете, как дальше все растет? Сначала пальчик, первичка, а потом появляются вторичные процессы каталитического крекинга и так далее, и так далее. На первое время мы получали вот этот прямогонный бензин, который являлся сырьем для пиролиза. Это каталитические системы при высокой температуре, при очень кратком контакте, это самое сердце, это пиролизные печи. Все было закуплено в одном блоке, значит компрессор был единый. Это, конечно, большой инженерный риск, но он был абсолютно оправдан. Мы привыкли всегда ставить резервные оборудования. Мы привыкли всегда какие-то резервы в наших проектах. Вслед за производством этого была закуплена установка окисиэтилена в Германии. Было закуплено производство альфа-олифина в Германии. По американской технологии и сартефик дизайн. Производство окисиэтилена было сопряжено дальше с производством этиленгликоля на базе окисиэтилена. Вы можете показать табличку? Сейчас скажу. Давайте годы в годы. 19-го. Или схема давайте с 18-го начнем. 18-го. На этой схеме вы видите схему потоков этого комплекса нефтехимического производства. Ну и давайте сразу же перейдем на 19-го. Наше время не хватает. 19-й следующий. Сроки в год. Вот по этой таблице, просто даже не упоминая там этих мощностей и прочее, видно, какое гигантское строительство, сколько километров трубопроводов было смонтировано, сколько миллионов арматур было установлено, сколько было тысяч аппаратур смонтировано. Там велась гигантская совершенно стройка, и она обеспечилась очень успешно. Стрестом ТАТ Энергострой, Минмонтаж и Минмонтаж спецстрой, монтажные работы во всем комплексе, включая электрику, включая автоматику, все выполнял Минмонтаж спецстрой. Вот эти все производства. Из них особо, наверное, нужно остановиться на... Две было идеи для создания этого. Это восполнить то, в чем мы очень сильно отстаем от Запада. По производству этилена, вы вслужите, Америка имеет 20 миллионов тонн в год этилена. Россия имеет 2.8. 10 процентов. Такие площадки, могучие, как Нижнекамский нефтехимий, Тобольский нефтехимкомбинат, стали площадками, где российское правительство собирается увеличить эти мощности. На России, в общем. То же самое в части пропилена. А что такое этилен? Это практически пластик. Это пулители. Ну, что можно еще сказать? Здесь был создан уникальный продукт. Это был тройной саполимер акрилонитриловой кислоты АБС-пластик. Он применяется очень широко в производстве мебели. Производство крупных частей в автомобилях. Для музыкальных инструментов, для принтеров. Вот эти все дела. Лодки делают из него. Он сейчас очень востребован на рынке. Они тоже смогли это дело сделать. Давайте следующий сразу перейдем. Перспективно-экономические показатели. 22-й, да? 22-й. На этом слайде вы видите, что они ежегодно снижают затраты на рубль, вложенный в производство. То есть у них, вы видите, такая тенденция идет к понижению. И да, экономистам, наверное, очень хорошо. Но, я думаю, каждому понятно, что производство работает достаточно эффективно и экономично. Перспективы развития. Следующий. Это 23-й. По пересеклям развития, значит, Нижняя Кама планирует умилечить производство всех видов синтетических каучуков до 1 миллиона тонн в год. То есть нарастить мощности от 700 до 1 миллиона, то есть на 300 тысяч к 21-му году. По производству этилена, они уже сейчас имеют цилиндоконтракт стоимостью порядка 900 миллионов евро для установки мощной, первой установки мощностью 1 миллион тонн по этилену в год. Они собираются увеличить производство пластика с 21-го года до 1,5 миллиона, с сегодняшних 570 и к 25-му до 2,5 миллиона тонн в год. То есть у них огромное поступательное движение в этом комбинате и направление, которое они приняли, на мой взгляд, правильное направление. Это они одинаково смотрят на производство синтетических каучуков и на производство пластических масел. Я должен также отметить еще одну вещь. На этом комбинате был создан завод «Эластик» в 1984 году, который производил резиновую обувь и спортивную обувь на базе поливинилхлорида. В будущем Израиле мы поставляли нижниками этот поливинилхлорид, который производился по американской технологии в одном из кибуцов израильских. Вы представляете, кибуц производил такие вот продукты. Я видел там много интересного. Я даже летал на самолетике, который этот кибуц имел, и мы немножко залетали даже в Иордании в этом самолетике. Но этот самолетик такой, что он там первое сиденье пилот, второе пассажир, а за моей спиной бак из горючей. Для работы, для работы двигателя. Через год на этом заводе «Эластик» была выпущена уже миллионная пара обуви. Она очень была востребована. Был открыт магазин в городе под тем же названием «Эластик». Сегодня ассортимент намного вырос. Они сейчас там производят линолеум, они производят моющиеся обои, они производят там тормозную жидкость, охлаждающую жидкость тасов, лаки, краски, рукавицы на ворсовой основе и так далее. Он очень тоже оказался полезным и востребованным это предприятие. И по городу Нижнекамскому. Город Нижнекамск, как я уже говорил, в 16-м году отметил свой полувековой юбилей. Он рос очень динамично, этот город. Сегодня это третий город по республике. После Казани и Наберину Челну. По своей мощи, по численности, я говорю по численности, а по своей нефтехимической мощности, конечно, это номер один в республике. В составе комбината, который очень много уделял внимания жилищному строительству. Каждый работающий имеет очень хорошее жилищное условие. Я бывал в этих квартирах, я это видел. Они уделяли очень много внимания спорту, медицине, отдыху. Они участвовали в строительстве санатория в Пятигорске, где мы с Реной часто отдыхали. По этим путевкам прибыль-то Нижнекамске. Они участвовали в строительстве дом-отдыха в Мисхуе, в Крыму. И имеют только туда возможность направлять своих работников. Они имеют базу отдыха, добраушек, так называемых. Кстати, я имею здесь, на моей флешке, вы можете, если есть желание, и будет у вас время, посмотреть этот видеоролик. Они имеют хорошую, очень медицинскую поликлинику. Кстати говоря, я там лечил зубы довольно-таки часто. Там очень хорошие зубные врачи, которые, как это ни странно, знали моего отца и знали моего брата. Они все шли по медицинской линии. Отец у меня был доктор наук по стоматологии, а брат доктор наук. И резал еврейские дела, там, жерчи, когда-то. Ну, вот так, пожары, и все, что я хотел вам сегодня предложить. Большое спасибо. Я еще попрошу вас просто одну секундочку. Понимаете, я очень, как сказать, ну неспокойный, что ли, человек. И поэтому несколько слов у меня рифмованных есть о памяти этой работе. Если вы изъявите желание, я могу произнести их. Произнести ли что? Произнести ли что? Это звучало так. Мне видится то города, то лица, прощающие по жизни через меня. Мне надо долго еще сниться уха с дымком возле костра. Пахучий луга, простор, лесой бремучий череда. Порощие ольховы склоны, нависшие на долге берега. Высокие на тканой горы, в лазуревые укропшиеся тишины. Причутливо, как горизонты моря, сошившись с небом в голову удали. А запахи, цветение аромата, нежим в себе и день и ночь. Россию пьяные закаты, испанники не истребит. Себе не привыкнуть. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вес, да, пожалуйста. Как, я думаю, вам широко известно, после войны, в 40 километрах от Иркутска построен город на базе нефтехимического комбината города Ангарск. Скажите, вы контактировали как-то вот с этим? Это несравненно меньшее производство, но тоже очень и очень. Мой приятель, сосед по бюро главных инженеров проектов, был главным инженером Усолья Сибирского. Вот он как раз возглавлял эту всю проектную работу по этой точке. Мы имели, в общем, много предприятий. Всего было, институт ввел порядка 100 предприятий, генеральное проектирование. Был очень на высоком счету. Институт был номер один в нашем министерстве. Он вел проектирование для Польши, Болгарии, Чехословакии, Румынии, Китая. Но я бывал в Польше потом на этих заводах, скажем, командировки. Я видел, я бывал в Чехословакии. Я тоже видел, только не был в Китае. Но в Америке я был на нефтеперерывающем заводе в 1991 году, когда приезжал сюда учиться на элементах. Ну, это примерно воплощение нашей мечты. Мы делали когда-то проект, он так и назывался, проект автомат. То есть практически без участия человека. Мы там на нефтепереработке в Америке, в Сиэтле это находилось, мы не видели там людей. Только в помещении управления. В ЦПУ было несколько операторов и все. И больше никого. Установки работали сами, посредством микропроцессорной техники. Кстати говоря, я забыл, но это, наверное, надо сказать. В производстве бутилки Учука, там интересная была деталь. Будучи в Италии в командировке, в это время там работали, значит, с итальянцами работали два американца. Которые, в общем, у них эта установка, бутилка Учука, она была хамеровская. По какой-то причине они закрыли. И итальянский президент их пригласил, потому что они 20 лет проработали. У них бы хоть еще был опыт. Я прекрасно знал, что то, что мы производим в Нижнехамске, по сухому у нас полимера 13% было. Выше поднять мы не могли. А американцы работали спокойно на 26%. В определях хлористый метилглицикл сокращался ровно в два раза. Тем самым энергозатраты сокращались ровно в два раза на регенерацию и на очистку этого растворителя. И я вышел на разговор с ними. И мне итальянец разрешил в отдельном помещении поговорить с ним без переводчика. Ну, как я знал, английский язык, это вы можете себе представить. Значит, один, который говорил, я его совсем не понимал. Он был южанин. И я просил другого мне переводить, что этот южанин говорит. Но в итоге я понял, что у них никаких добавок и никаких ухищрений нет в процессе. Только все ведется на микропроцессорный термин. После этого Нижнекама это приняла на вооружение. И они сейчас работают на 26% высоких. Только за счет четкого выдерживания всех параметров процесса. Понятно. Спасибо, Парангарс. Ясно. А вот второй вопрос. Почему именно вот там, в Нижнекамске, был построен такой гигантский комбинат? Ну, ответ очень простой. Потому что открыто было большое нефтоместереждение ромашкинское. Как я говорил, на вторую боку. В общем, все сидит практически на нефти. В основное наше сырье, это легкая головка от горячей сепарации нефти. Которую, я говорил уже в докладе, 3% составляет. Нужно было действительно переработать попутный нефтяной газ и отсепарировать 50 миллионов тонн нефти в год. Чтобы дать нам полтора миллиона этой широкой фракции. В западной Сибири, в Тобольске, вы можете себе представить, СГПУ уже на 3 миллиона тонн запроектировано. Значит, им нужно сырье 3 миллиона. Значит, в два раза больше нужно переработать нефти. Доходит уже до 100 миллионов. Спасибо. Пожалуйста, Михайлович. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Без всяких провокаций. Вот вы работали в 60-70-е годы по созданию целого производства... Вы громче, можно ли я не слушать? Да, да. Вы работали в 60-70-е годы по созданию искусственного паучука. И, как я понял из доклада, вы это сделали в достаточно высоком уровне. За счет чего это получилось? Почему вы? Ведь западный мир имел кооперацию техническую... Но я вас в вопрос вспомнил. Да, и что-то... Я могу проектировать. Как вам... Я могу вам ответить. Как вы были изнутри? Как вам удалось в это время достигнуть такого уровня на фоне мировых стандартов? Я понимаю. Буду интересно. Вы понимаете, эта наука синтетического паучука была довольно-таки продвинутая в России. Первые исследования были сделаны Иваном Остромышленским в 1915 году, который эмигрировал в Соединенные Штаты. Затем его работы подхватили Академик Вызов и Академик Лебедев. Это ленинградские ученые, которые создали технологию получения бутадиенового каучука по этой технологии. Был построен первый завод Синска в Ярославле. А вслед за ним в 1933-1936 годах было построено еще три завода. Это в районе Тулы, Тульской области, Ефремов, так называемый город. Это в Воронеже и в Казани. Тот завод, на котором я работал. Это была жидкофразная полимеризация бутадиена с использованием в качестве катализатора металлического натрия. Это первый патент был получен в 1910 году по этой технологии в Англии. Получение такого полимера с использованием вот этого металлического натрия. Затем дальше Германия перед Первой мировой войной в 1914 году построила малотоннажное производство, близкое по этой прописи, то, что имели англичане. Этот каучук назывался у них Буна. Буна Верке это производство называлось. Но он, конечно, не идет никакое сравнение со стереорегулярным полимером, который воспроизводит полностью структуру натурального каучука. То есть исследовательным последующим, конечно, было установлено четко, что вот эта формула C5H8N1 в натуральном каучке, где N от 1000 до 3000, конечно, она четко совершенно просматривается в части структуры. Только этой структуры, когда при соединении головы к хвосту и составлении такой линейной большой полимерной массы, можно было создать полимер, который обладает такими свойствами. В части морозостойкость, износостойкость, стойкость к трещинам, стойкость к агрессивным средам. Кстати говоря, вот этот этилен-пропиленовый каучук очень стойк в агрессивных средах и прекрасный генелегий. И используется для производства изоляции в электропроводах. И каждый тип специального каучука имеет свои, так сказать, специфические свойства. Ну вот, галобутин каучук. У него великолепно лучше всех типов каучков газонепроницательности. Благодаря этому мы с вами ездим на автомобилях, которые хорошо держат воздух. Потому что шины все, абсолютно все, обязательно имеют слой этого полимера. Защищая вот это все, когда начали производить бескамерные шины. Вы же помните, раньше были камеры. А потом выбросили камеры и стали делать бескамерные. Как раз с этого времени подошел галобутин каучук. Кстати, у космонавтов, скафандры для жизнеобеспечения, имеют то же. Они производят и гензон-зор, например, который используется в авиационной промышленности. Для высоких температур, низких температур, для повышения высоты потолка. Это военные области. Ну и многое другое. О чем я просто не имею возможности все рассказать. Ну, например, они делают ЛАПРО. Это простые полиэфиры. Вы понимаете, когда идет поле 120 наименований. Но я забыл вам сказать, что они в 2002 году организовали производство МТВ. Это ментин-третичный бутиловый эфир. Он является прекрасной добавкой к бензину для повышения октанового числа. Он делается на базе изобутилена и метанола. Они использовали там какие-то колонны, которые вышли, скажем, из эксплуатации. И сделали такой узел и производят сейчас 90 тысяч этого МТВ. И многое, многое другое. Простите, я вам ответил на вопрос? Не совсем. Я хочу сказать, понимаете, кроме научной базы, на которой вы сейчас ответили. Это инженерная работа. Это завод. Надо построить. Надо же здесь построить. Надо уметь. А на этот вопрос тоже есть ответ. Вот я хочу сказать. Да-да, это талант проектировщиков. Талант проектировщиков. Да. Это высокая квалификация проектировщиков. И только это. Потому что, когда я приезжал на завод, и мы работали по их замечаниям, в кабинете у главного инженера, скажем, комбината, я привозил с собой 15 человек, которые работали по отдельным областям своим, со специалистами заказчика. И только нерешенные вопросы выносились на уровень главного инженера комбината и на мой уровень. И вот мы вдвоем дальше принимали ответственнее уже решение по самым крупным вопросам. Вот так решался вопрос. А как вы не ошибались? Вы же ошибались? Кто сказал, что мы не ошибались? Но я вам расскажу такой случай. Вы так скажите. Очень интересный случай, который показывает, что всякое в жизни имеет место. Мы запроектировали в третьей ВОЖДУ установку для получения горячей воды. С использованием отработанного там пара. А там была большая, в общем, экономия по получению горячей воды. В циркуляции были установлены мощные насосы. Их было 4 штуки, потому что там была большая производительность. Требовалось порядка 2000 кубических метров в час. И мне звонит главный инженер завода и говорит, Леонид, вы там наваляли в проекте. У меня насосы не работают, они все время сорвают. Я ему говорю, знаешь что, Алексей Павлович, давай говорим все так. Мы сейчас все расчеты проверим. Потом я тебе перетворюю. Мы проверили, убедились, что все абсолютно правильно. И я ему звонил, Алексей Павлович, ты знаешь что, посмотри, пожалуйста. Пусть они вскроют вот всасывающий патрубок. Обыкновенно монтажники оставляли телогрейки во всасывающих патрубках. И они создавали сопротивление, насос, конечно, подорвал. Через неделю, а он звонил мне менторским тоном, таким, знаете, вы там, извиняющимся тоном, он мне звонил. Леонид, извини, пожалуйста. Действительно, казалось, телогрейка. Мы ее выкинули, еще все работает штатное решение. Я могу из своей практики много чего-то сказать, но это время, время, время. Еще раз скажи. Я хочу сказать вам. Это доклад, это просто изумительный доклад. Такой объем охватить и так нам подать его, это надо уметь. Вы сумели, спасибо большое. Но любопытство не порог. Ваш вклад в эти проекты можно себе только представить. Вы положили, очевидно, всю свою жизнь. Творческую, рабочую, любую. И вот у меня простой вопрос. Какие награды вы получили за такую необъятную, колоссальную работу и жизнь? Ну, я очень много работал с заграничными фирменами в последнее время. Как вы поняли, и с немецкими, с итальянскими, и с американцами. Меня только в Америку не пустили в командировку, потому что у меня здесь тетя жила под Вашингтоном, которая уехала из России в девятнадцатом году, а я родился в тридцать четвертом. Так что я ее не знал. Но когда я сюда приехал, я ее навестил. Ей было девяносто один год. И мы с ней, все наши древо генологическое, со стороны у нее была светлая, совершенно голова. До третьего колена она всех помнила. А у отца была большая семья, это белорусский еврей. И происхождение моей фамилии, Кнобовец, тоже от Белоруссии. Потому что там росло много чеснока, а по-еврейски чеснок, это Кнобовец. Ну вот они на белорусский адык сделали и ехать, и все. А дед у меня там был большой человек. Он был кузнец. Был очень уважаемый. У него было десять человек в семье. И он как-то еще всех обеспечивал. Они погибли там в девятнадцатом году во время еврейских погромов от банды Петлеры. А мой отец в четырнадцать лет перебрался в Казань. И еще один его родной брат в Саратове жил старше. И третья сестра тоже жила в Казани родом. А все остальные эмигрировали в Америку. Потому что у меня здесь родственников, ну просто полным-полным. Четырнадцать человек. Ну а остальное на ваш вопрос, что я положил в жизнь, это лучше от Мититрена. Она лучше знает. Да, но я просила вас, если можно. О наградах я сказал. Я был дважды удостоен премии Совета Министра. И меня наградили орденом Трудобуба Красного Знамени за девятую пятилетку. Так бы не наградили. Это генеральный директор Нижнегама. Когда они получили приветствие от Брежнева, им дали много этих самых знаков. Он вспомнил, что у него главный жилья проекта Кнобовец. Он позвонил моему директору и сказал, я один знак передаю вам для Кнобовца. Вот так я получил орден Трудового в 1976 году. Спасибо. А в этом же году, благодаря этому, меня воткнули как рабочего в поездку в Югославию. Потому что там не хватало рабочих. Ну, а я на самом деле прошу, как рабочих. И за то, что вы знаете свою родословную. Ну, как, они не хотят меня знать. Это другого. Еще вопросы есть? Кто желает мысль? А, есть вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста, о стерапиле. Есть на Украине. Был в свое время завод по производству... Прости, пожалуйста, Борис. С самого начала. Ты не говорил мне микрофон, я не слышал. Вопрос о стерзаводе по производству стерокрила, который был в Украине. И сейчас это в зоне действий всяких военных. И какова там ситуация? Просто любопытно, если вы знаете. Спасибо. Нет, прости, пожалуйста. На этом надо спросить у Порошенко. Я думаю, что... Да, но хорошо. Я не в курсе. Я могу только лишь сказать, что с Украиной у нас были замечательные совершенно связи. Систему автоматики противопожарной нам делало Одесса. Одесское отделение спецавтоматики. А тепловые дела делало Львовское отделение теплоэлектропроекта. Они проектировали нам тест. И когда я приехал с дочкой во Львов посмотреть Львов, показать дочке, они мне прекрасные гостиницы устроили. И вообще там был гиб замечательный, совершенно мужик. Где графически этот завод, как я сам может сообразим? С какой стороны? С Северной Донецкой. Это не Северной Донецкой. Это вот по производству стерогрила... Саша, в Северной Донецкой после окончания нашего института, из нашей группы, там институт автоматики. И вот несколько моих коллег уехало в Северной Донецкой работать. Несколько человек уехало в Грузию, в Руставе, там был институт автоматики. Там мой приятель работал в Руставе. Я, кстати, там бывал. Интересный, в общем, был у них институт, который целиком и полностью работал на вине. Потому что сколько я там был, я не помню. Но сколько было вина, я помню. Это было жуть. Раз приехал друг и друга. Ну, вы же можете каждый день в ресторан. Тамота. Ой, и вино из этих кувшинов. Да, и интересная очень одна деталь. Вот это вам, наверное, будет интересно. Они меня взяли на машину, поехали рыбкой к тебе покормим. И повезли. И через какой-то мостик переехали и сказали, смотри, это Азербайджан. Смотри, какая умная грасть тут. Безобразие. Когда мостик проезжали, я обратил внимание на очень интересное сооружение из бетона. Вылеплен, муж сквычно. Пол, это вот полтора метра. Грузины мне объяснили. Это по команде Екатерины был поставлен в этом монумент. Хрен вам турки. Вот такое воспоминание. Веселая женщина была. Да, веселая. Все вопросы. Кто хочет выступать? Пожалуйста. На меня доклад произвел очень большое впечатление, потому что я вспомнил свои молодые годы. Свою инженерную специальность. Вот как будто скальки срисовали. То же самое. Я кончал институт цветных металлов. И последний год, шестой, нам начали преподавать автоматику. Так же, как и нашему докладчику. Преподавали ребята из института автоматики и теоремеханики. Были предметы, конечно, которые к металлургии не имели никакого отношения. Теория автоматического регулирования, тематика и так далее. Потом, нам так начали пускал химический завод, а я пускал металлургический завод в этом Красноярске. Красноярский ременевый завод. И опять все то же самое. То есть, идет разговор о том, что вот система, система работала как-то в это время. И создавала, и действовала, и создавала новые направления в промышленности. Алюминиевый завод в Красноярске сегодня один из ведущих предприятий мира. И с автоматикой все то же самое. Значит, наш докладчик рассказывал об автоматизации производства при производстве искусственного каучука. Я занимался автоматизацией алюминиевого производства. То есть, все переплетается. И когда вот я слышал этот доклад, у меня, как говорится, сердце пело. От того, вспомнить эти годы. И действительно, хотелось и работалось здорово. Единственное, я, конечно, изменил этому направлению. И в 31 год ушел заниматься наукой. Но, докладчик тоже говорил, у него там были такие сомнения. Поползновения. Поползновения были. То есть, вы видите, вот такие вот парамели. Не знали друг друга. Я, правда, моложе на 4 года. Но направления вот развития в области автоматизации производственных процессов, они развивались примерно одинаково, наверное, по всей стране. Мне очень приятно это было слышать. И еще я хочу отметить, что вот я слушал докладчика. И выступал настоящий инженер, который прошел все эти круги ада. И у которого что-то не получалось, не горело, и не пускалось. И у нас капель рубили работяги в цехах, потому что они боялись, что автоматизированные системы заменят этих электризоров. Понимаете, тоже такое было. Та же самая телогрейка. То есть, мне было очень приятно слушать этот доклад. И я получил огромное удовольствие, потому что шкалыхтол в моем молодости. Спасибо большое за доклад и за внимание. Правильно сказал Михаил, перед нами настоящий инженер, но не просто инженер, инженер Филипф. Ибо, конечно, услышали масштабный такой доклад, а масштаб лучше при принятии масштабного докладчика. И это масштабный докладчика каким-то образом сочетается с такой-то очень искренней скромностью. По внешнему виду докладчик соответствует своему докладу. Вот начальник, он обращаемый, очень грамотный и очень умный человек. А по поведению, по имиджу, это скромный, умный, знающий человек. И за это отдельное спасибо, как говорится. Конечно, нужно быть очень большим организатором, чтобы добиться таких успехов в работе. И надо личные качества, как всегда, играть в бой. И вот под Аркаду видно, что Леонид очень умен общаться с людьми, выприятен людям. Очень большие знания для этого нужно иметь, но это недостаточно. И иметь такое количество соучастников работы удается только большим людям. И тогда получаются большие результаты. И у нас клуба химии. В общем-то, в таком докладе, конечно, в основном, который посвящен инженерным проектам, инженерным решениям, трудно уважить химию. Но Леонид настолько легко оперирует всеми страшными словами, всеми страшными химическими процессами, что безусловно он глубоко разбирается. И из-за этого он бы не мог возглавить такую работу. Там же очень все сложно, потому что в основном тут в химии. Во-первых, то, что расшифровали натуральный картинг. Уже знали, как, что нужно получать. Тогда вопрос, как это получать? И вот тут, конечно, основной роль играют катализаторы, которые несколько раз уже у нас догадывались. И встречают такое, ну, сложное восприятие. Просто не очень верят, что катализатор, который сам не участвует в реакции, может перевернуть не только в себе превращение, выход, ускорить реакцию, он может изменить ход реакции. И вот в это очень трудно проверить, но это так. Причем теория катализаторов до сих пор, по-моему, не очень-то про геномос. В основном идет тот же метод, как вы ошибки. Что в биохимии, когда ищут новые ферменты, тоже катализаторы. Что в таких больших процессах. Но катализаторы эти найдены, и они работают. И они как хотят. То есть не то, что они как хотят, они так и работают. Их ищут, и это пробуя ошибок часто. И знаниями, конечно. И вот этот самый знаменитый цис-изомер-изофрена, он именно то соединение, которое участвует в составе натурального каучинка. И вот теперь мы получили, и это вот получают. Мы получились получать только благодаря найденному катализатору. А что такое цис-изомер? Там еще висит сопряженная двойная связь, как во всех соединениях, из маномеров. Я говорю сейчас о маномерах, из которых потом получаются предъявленные цепочки полимеров. И вот в этом исходном маномере, который тоже очень трудно получать, вот эта вот добавочка, дитильная группа, должна висеть всюду в одинаковую сторону. Уже в том апплимере, который образуется на его основе. Тогда это цис-изомер. А если он в одном месте так висит, а в другом месте так висит, или есть транс-изомер, то есть тут по разным сторонам от основной цепочки, тогда уж он не так работает, как натуральный каучинк. И вот эти работы химиков, конечно, технологов, что создали и маномеры, а потом другого катализатора, который создаёт полимер на основе этого маномера, вот это всё очень трудные этапы, которые так успешно преодолены. Ещё меня очень извинили, да? Как? Где наканчивание? Нет. Как получилось так, что не было особых взрывов, а где наканчивание? Как получилось так, что удалось избежать большого количества взрывов, пожаров? Это же огромная самостоятельная задача. Такое производство безумно опасно. Высокие температуры, горючие углеводороды. Это очень страшно. Даже смотрите. Спасибо, Альфа. Спасибо большое за такую многогранную картину. Очередь супруга, пожалуйста. Я очень коротко, у меня научное добавление. Значит, доклад, конечно, великолепный. С глубоким знанием материала, с великолепным владением речи, с прекрасной памятью, в общем, доставил громадное удовольствие. А теперь о науке. Я очень рад, заведу, что у меня такой муж. Понимаете, у этой женщины был очень крупный, как я так был, крупный красавец-муж, пел неплохо, временами стихи свои читал. Ну, что он такой большой. В другом смысле, как инженер, как то, что он делал, как то, что он сделал, я, например, совершенно не представлял. Это признак того, Леночка, что он очень вас любит. Вот с этим я вас и рад. и я, в общем, я, в общем, практически очень редко выступаю. Микрофон, вот так. Вот так микрофон. Это лишний раз говорит о том, что я действительно очень редко, очень редко выступаю. Но поскольку выступала семья Даронова, и жена, и муж, а я соседка, значит, я, наверное, тоже могу. Да? Могу, могу. Я ничего не понимаю в том, что докладывал сегодня докладчик. Ничего. Все это инженерные мысли, все эти, и даже химия такая глубокая. Для меня это непонятно, неизвестно, но я с таким удовольствием слушала этот доклад, как будто я сидела в опере и пели самые классические репертуары, самые замечательные певцы. Я понимаю, что Леонид, Леонид прекрасно доложил нам, я думаю, что я выражу мыслью всех, что доклад совершенно замечательный, производит очень глубокое впечатление не только содержанием, но прежде всего содержанием, конечно, но не только содержанием, но и формой. Какая блестящая русская интеллигентная речь, которую сейчас мы, к великому сожалению, очень редко слышим. Продолжение следует... Вот. Ну, что еще сказать? Конечно, хочется сказать о том, что из ничего ничего не бывает. Так я обычно всегда говорю. И то, что Леонид предстал перед нами в таком, ну, я даже не знаю, прекрасном виде, наверное, в значительной степени обязано тому, что его генеалогическое древо, что его бредки были на высоком уровне. И генетически все это передалось, наверное, Леониду. И было очень и очень печально, что в Советском Союзе, где мы родились, выросли и прочее, нас ломали, ломали просто через колено. От сахи человек должен был идти в науку, из науки должен был идти в земледелие. И поэтому, в какой-то мере, и поэтому не получалось часто настоящих хороших специалистов, которыми мы сегодня наслаждались. И ломали. Спасибо. Спасибо. Леонид нам сделал праздник. Это видно и из выступления, и из самого доклада. Действительно, очень и очень много можно говорить о докладе, о содержании его, о форме, о иллюстрации и прочее. Давая самую высокую оценку доклада, я бы маленькую такую ремарку сделал, что тот период времени, это 60-е, 70-е годы, в России был так называемый век большой химии. И на химии обращалось огромное внимание. Я по нашей сибирской жизни знаю, что в Иркутске, например, создан институт уголь, нефтокимического синтеза, академический институт, открытые специальности во всех вузах химических и так далее. То есть в этом направлении Россия может быть не очень отстала от Запада. А вообще нам всем известно, что наша несчастная Россия страна, почему она подвергается астракизм постоянно, что вообще это какая-то особая область, вот такое русофобия в мире творится. И частично оно связано с отсталостью, видимо, исторической отсталостью, но и в значительной мере вот с железным транексом, когда Россия от всего мира изолировалась и в собственном запугарива. То есть страна отсталая была. А вот в докладе мы видели, что несмотря на известную отсталость, отдельные проекты были самого-самого высочайшего качества. Ну, а если говорить о личности, о докладе, то я напомню, что при защите диссертации обычно ставится несколько вопросов и один из них владеет ли автор материалом. И вот в этом отношении надо пять пятерок поставить докладчику. Уж кто-кто, а он настолько четко владеет материалом, что он даже запомнил слова из-за дырку пропет и прочее. это, ну, если говорить серьезно, то проектировать такой гигант, который занимает огромную площадь, включая четыре производства, каждая из которых множество заводов, я бы, например, слушая такой доклад, высказался за присвоение докторской степени по совокупности работ, такая форма была, вот, поэтому уже, конечно, большое и большое удовольствие я лично получил, я думаю, их всех, и, кроме того, хочется сказать большое спасибо докладчику за вот ту информацию, которую он выдал. Единственный, конечно, недостаток состоит в том, что Леонид не пришел в клуб раньше и не сделал нам такие же прекрасные доклады по другим отраслям науке или даже развития импли. Спасибо, спасибо за доклад. Еще кто? Пожалуйста. Два дня назад было сказано по телевизору, что был открыт на Ямало-Иминском округе комбинат новый. Там они его строили с 14-го года, но открыли за год раньше. Они очень этим довольны и хвастались. Но там ничего удивительного не было, потому что принимали участие куча всяких разных фирм. И французские, и японские, и китайские. А вот этот, конечно, доклад удивительный, что просто удивительно, что в России тоже можно было создать такое чудо. Спасибо. Спасибо. Еще кто хочет выступить? Спасибо. Нет желающих выступить. Тогда Леонидов заключительное слово у вас. Спасибо. 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 во-первых, огромное вам всем спасибо за много терпения и за очень приятную оценку моего доклада. что я хочу еще сказать кроме этих слов. Мне очень приятно и радостно быть в этом клубе. Почему я не пришел раньше? Ну, потому что в общем я считал, что раз я делегировал жену, я думал этого достаточно. Это неогонимо, но оказалось, недостаточно. Оказалось, да. И в-третьих, обращаюсь к научной части моих поползновений. Однажды, приехавший в Нижнюю Каму и зайдя к своему другу, а мы были очень дружны с главным инженером комбината, я увидел на его столе какие-то синие грозбуфи. И он говорит, Леня, хочешь защитить кандидатскую? Вот у меня пять штук тут лежит. Я говорю, Павел Саш, ты что, с дуба что ли? Рухнул. Он говорит, это проверка. Намшивость. Я говорю, а как ты еще проверяешь? А всех остальных я проверяю простым анекдотом. Входит один, говорит, в тюрьму надиратель, и так ключ квертит. Петров! Тот говорит, я здесь. А тот говорит, а куда ты нахрен денешься? Я знаю, что ты здесь. Вот так он начинал со всеми своими подчиненными работать, когда они пытались свежить лапшу на уши. Павел Александрович Вернов, это целая эпоха в Нижней Хаме. Это был изумительнейший человек, это был друг нашей семьи, с которым мы поддерживаем сколько он сделал неразличных благ. Это трудно в общем перечислить. Затем он дальше попадает в Москву начальником технического управления, членом коллеги нашего министерства. Но его скосил рак легких и он очень рано ушел. По его замечанию хоронили его в Нижнехамске. Мы везли его туда и там его хоронили. Хоронил его весь город. Вечная ему память. Извините, что на такой ноте грустной я закончил свое благодарственное выступление. Еще раз большое вам всем спасибо за оценку моего труда. Огромное спасибо. Я хочу еще простить извинения. Этого бы ничего не случилось Бастатьяна Макран. Ее помощь в создании вот этого произведения была просто вы даже не можете представить сколько я ей морочил голову. Рена меня просто сживала со света и говорила ты что ей морочишь голову? Ей же некогда на свой доклад готовить. Ты что сам не можешь разобраться в этих принудроцах в этих слайдах. Да я не мог Танечка только благодаря вам и спороться с этой трудной задачей. Еще раз спасибо большое нашему президенту за то как он меня представил и не забыл упомянуть что я иногда выступаю с вокалом. Спасибо большое как говорили у нас в Казани Зур Рахмат что в переводе с сатарского большое спасибо. или ТОФМИОТ как говорили у нас в Толевизе очень хорошо. Огромное спасибо. Татары еще говорят БИК ЕКШИН очень хорошо. БИК ЕКШИН Вам только не хватает переводить в татарского. Ну татарского только нас научили только ругательством. Мы считали что мат только в русском. Ничего подобного. У татар тоже его хватает. Я не хватает. Я понимаю но без мата невозможно уйти от этой темы. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Леониду я хочу сказать что я забыл кое-что сказать. Во-первых когда я перечислял героев прошлого заседания я слишком мало сказал о Петалик Казанский который проводит исключительную работу записывая наше заседание это дает возможность тем людям которые по каким-то причинам не смогли посетить это заседание посмотреть Михаил Корсунский подчеркивался даже после заседания потом еще раз посмотреть отдельные моменты извиняюсь я забыл еще два момента первый момент это конечно большая благодарность Рене которой я сделал наверное раз в пять этот доклад она конечно меня отмуштаровала будь здоров это во-первых во-вторых у меня есть несколько экземпляров книжечек моих воспоминаний вот среди того что я докладывал если кому интересно может подойти и забрать спасибо 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 Продолжение следует...